Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Признали банкротом по решению арбитражного суда. В отношении него была введена процедура реализации имущества. Программа Экономика. Доходы кировских управляющих компаний за год упали почти на полмиллиарда. Общая сумма доходов исполнителей коммунальных услуг по итогам 2020-го составила 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Кировстат. Сумма по сравнению с 2019-м годом сократилась на 500 миллионов. Настолько же сократились расходы управляющих компаний. При этом они сохраняют небольшую прибыль. По подсчетам Кировстата общая сумма доходов компаний превышает расходы на 100 миллионов. Основная причина падения доходов – переход граждан на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг. А расходы снизились за счет уменьшения затрат, связанных с приобретением коммунальных ресурсов. При этом доходы от оказания услуг по содержанию живых помещений по сравнению с 12 месяцами прошлого года выросли почти на 3%. Киров увеличил свои доходы на 15% по сравнению с началом 2020-го года. В бюджет города поступило 2 миллиарда 364 миллиона рублей. Это почти на 300 миллионов больше, чем в первом квартале 2020-го года или больше на 15%. Правда, преимущественно рост произошел за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов. Они увеличились на треть и составили 885 миллионов. Собственные доходы городской казны выросли лишь на 5%. Завершение этого выпуска о валютах. Доллар сегодня 75 рублей 9 копеек. Евро стоит 90,47. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ.